История моды не менее интересна, чем история войн и становления различных государств. Даже в Древнем Риме горожане пытались удивить и шокировать соседей своей одеждой. Сегодня для того, чтобы выглядеть ярко и оригинально, достаточно просто посетить сайт всемайки.ру. Всемайки — это современная одежда и аксессуары с принтами для тех, кто ценит комфорт, индивидуальность и хочет быть в тренде. Здесь можно найти варианты для себя, для детей или в подарок. На выбор более 150 тысяч принтов по разным тематикам, аниме, игры, спорт и даже авто. Принты расскажут о ваших увлечениях и интересах, а подарив одежду с принтом, вы по-настоящему порадуете человека и покажете, как хорошо его знаете и цените. На сайте огромный ассортимент размера до 7 XL и есть удобный конструктор для создания одежды с вашим дизайном. И обязательно используйте при заказе наш промокод HISTORY322 для скидки в 15%. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, если смотрите нас по телевизору, для того, чтобы уже сегодня сделать заказ с крутой и яркой одеждой. Есть почти у каждой войны одна неприятная особенность. Границы после них рисуют победители. И зачастую делают это, особо не парясь о нуждах населения. Про вопросы репараций и упоминать не стоит. Все мы помним, чем закончились тяжелейшие для Германии условия поражения в Первой мировой. О них говорят очень много, забывая о другой напряженности, созданной Версальским миром. Речь о во многом искусственном государстве Югославия, которая стала в центре самой разрушительной европейской войны со времен Второй мировой. 200 тысяч погибших, безумный кризис и применение обедненного урана. Это лишь верхушка айсберга. О подробностях в ближайшие пару минут. Первым делом мы отправимся в концовку Первой мировой. Она, как известно, стала убийцей империй. В контексте темы нам интересны Австро-Венгрия и Османская империя. Первая империя до начала 20 века контролировала южнославянские земли. Вторая на протяжении столетий управляла Балканами, ассимилировала население и считала территории зоной особого интереса. Но влияние Османской империи на Балканах начало угасать задолго до Первой мировой. Греция получила независимость еще в 1829-м, Сербия в 1878-м, а Балканские войны 1912-13-го годов потрепали турецкие земли в Европе еще сильнее. Ну а распад Австро-Венгрии по итогам Первой мировой перекроил карту до неузнаваемости. В особенности выиграла от этого Сербия. В войне королевство выступало за Антанту и показало себя здорово, еще в 1915-м заявив целью объединить южнославянские земли. Затея на бумаге хороша, но не стоит забывать, что такое Балканский полуостров. Это своеобразная каша народов. Полтысячелетия там жили османы, хорваты и славянцы имели свои интересы, а сербы и албанцы свои. И после создания Югославии, которая тогда называлась королевством сербов, хорватов и славянцев, из всех этих наций попытались слепить одну. Получалось с переменным успехом, ведь столетиями проживающих на территориях турков и албанцев принижали, а доминирующие во власти хорваты и сербы грызлись за влияние. Тяжелые времена настали и для славян-мусульман, черногорцев и прочих меньшинств. В общем, единый народ создать захотели, но методы выбрали не слишком верные. В 1929 году страна официально получила название Югославия. И во Второй мировой она прошла через ад. Все национальные противоречия вскрылись как гнойники. Изначально, будучи неспособной сопротивляться, Югославия вступила в тройственный союз. Это вызвало волнение в народе и военный переворот. Новая власть пыталась сохранить нейтралитет, но Гитлер почти сразу обозначил, что такой ненадежный союзник его не устраивает и начнется война. Формально 27 марта 1941 Германия заявила своим противникам лишь Сербию, сыграв на национальных проблемах. Это сработало. Хорватские националисты тут же пообещали оказывать поддержку Гитлеру. А на призывные пункты в Югославии многие даже не явились. Ибо пропаганда работала так, будто Германия воюет лишь с Сербией. А представители остальных народов не должны погибать за интересы Англии в регионе. В итоге уже к апрелю 1941 Югославия перестала существовать. Территории разобрали себе Германия, Италия и Болгария. А Хорватия получила независимость. Де-факто даже на бумаге самостоятельные страны были оккупированы до конца войны. А масштабы гражданской войны, начавшейся между сербами и хорватами, пугают. В Хорватии официально существовали концлагеря. И по различным оценкам за время Второй мировой было истреблено от полумиллиона до миллиона сербов. Есть даже городские легенды о том, что хорватам звонили из Германии и просили остановить слишком уж безумные зверства. Параллельно на территории бывшей Югославии поднялось самое мощное после СССР партизанское движение. На секундочку, для его подавления Германия и союзники были вынуждены держать больше войск, чем во Франции. По итогам Второй мировой Югославия была восстановлена. Лидерами стали те самые партизаны, на стороне которых была многонациональность движения. Воскрешенную страну переделали под федерацию, и долгое время проделывалась хорошая работа по балансированию между интересами различных групп. В процессе успела страна рассориться с СССР. Несмотря на социалистический курс, Югославия была одним из хедлайнеров движения «Неприсоединение». Речь о странах, которые после Второй мировой провозгласили курс на самостоятельность. Наряду с Египтом и Индией, не желая присоединяться к блокам США и СССР. Национальные протесты и движения за независимость в это время имелись. К примеру, в 1971-м прогремела «Хорватская весна», участники которой требовали отказаться от поддержки слабых регионов, вроде Косова, за счет сильных, вроде Хорватии. Но при жизни Иосипа Тито все худо-бедно держалось. По экономическому развитию в странах социалистического блока Югославия уступала лишь ГДР. Но в 1980-м Тито умер. И, как это всегда бывает, без крепкой руки многонациональная федерация начала разваливаться. Поначалу не особо быстро, ведь Тито завещал управление страной президиуму, где попеременно председателями выступали представители различных федераций. Система похожа на нынешний Евросоюз, но все же экономически более развитые Хорватия и Словения положением были недовольны. А в Косово один за одним гремели бунты за независимость. Окончательно все стало плохо, когда к власти в Сербии пришел Слободан Милошевич, который в 1989-м со сторонниками принял конституцию, урезавшую права автономных республик. Распад СССР отдался эхом и в Югославии. 25 июня 1991-го Хорватия и Словения синхронно объявили о независимости. Началась очередная гражданская война, которая усугублялась все теми же факторами, что и сто лет назад. В Хорватии жили полмиллиона сербов. В Сербии, в свою очередь, было много хорватов. Косово вообще постепенно пыталось выступить само за себя и, в общем-то, воевали все против всех. Относительно повезло лишь Словении. Там славянцы составляли аж 95% населения. Имелась неплохая армия, а местность довольно быстро показала армии Сербии, кто в доме хозяин. Эта страна отделалась лишь испугом, а вот в Хорватии развернулся настоящий ад. Сербы дезертировали из армии Хорватии, хорваты дезертировали из Сербии, а жители на обоих территориях заявляли об автономиях и желании войти в состав другого государства. В итоге, несмотря на превосходство в технике, из-за проблем с тактикой, Сербия войну проиграла. И тут же события перетекли в Боснию-Герцеговину, где этнически ситуация была еще хуже. 44% населения были мусульманами, 24% — хорватами, а 33% — сербами. В 1992-м хорваты и мусульмане проголосовали за независимость от Югославии. К этому моменту к делу подключились и в НАТО, всячески обкладывая сербов санкциями по любому поводу. Формально причиной был кризис беженцев, но в реальности коммунистическая Сербия никого на Западе не устраивала. И распаду последнего оплота Красного мира все были счастливы. И, разумеется, независимость Боснии и Герцеговины была признана почти мгновенно. В страну даже ввели 14-тысячный корпус миротворцев ООН, который в войне запомнился разве что ничего не деланием и шутками о бесполезности в свой адрес. Ситуация накалялась, ведь НАТО оказывал все больше поддержки сторонникам независимости. В то время как Сербию все активнее душили санкциями. Дошло даже до того, что на определенном этапе конфликт был трехсторонним. Воевали не только сербы с хорватами, но и хорваты с мусульманами Боснии и Герцеговины. Что никак не мешало самой Боснии воевать еще и с Сербией. Еще одним участником фронта была сербская Крайна, непризнанная республика сербов, находящаяся на территории Хорватии. В общем, каша заварилась такая, что определить, кто прав, кто виноват, уже не представлялось возможным. Возможной представлялась лишь победа стороны, которую поддержит НАТО. И с начала 1994 года Альянс окончательно ввязался в войну, начав работу авиации в регионе. Направлена она была против сербов. Сопровождалась гражданская война безумными по масштабам этническими чистками. Сербы, захватив Сребреницу, устроили резню мусульманского населения. Хорваты в сербской Крайне устроили чистку сербов. Мусульмане тоже не отставали, и военные преступления тех времен частично расследуют до сих пор. Итогами конкретно войны в Боснии и Герцеговине стали Дейтонские соглашения, в результате которых было зафиксировано независимое, но разделенное на хорватско-мусульманскую и сербскую часть государства. Ну а сербская Крайна медленно, но верно была разгромлена и постепенно вошла в состав Хорватии. Унесли войны до 1995 года жизни сотен тысяч граждан и повлекли безумный кризис беженцев, число которых исчислялось миллионами. Считается, что особую ответственность за печальный масштаб трагедии несет Слободан Милошевич, который с одной стороны подогревал сербский национализм, а с другой бросил хорватских и боснийских сербов в самый важный момент. Правда, стоит также упомянуть, что именно на сербов были повешены все грехи, в то время как военные преступления и этнические чистки в их сторону Западом особо не афишировались. Так или иначе, в итоге в составе Югославии остались Сербия и Черногория, а главным вопросом являлась Косово. Территория, которая также на протяжении десятилетий требовала автономии, и обстановка там была все той же. Косовские албанцы требовали независимости, а сербская власть желала удержать регион. 28 февраля 1998 армия освобождения Косово провозгласила начало вооруженной борьбы за независимость. Югославия тут же атаковала территории, занятые повстанцами, и вызвала предсказуемую реакцию НАТО, потребовавшего прекращения огня. Осенью того же года Альянс разработал операцию по принуждению Сербии к миру. В качестве формального повода были выдвинуты фактически невыполнимые требования. И с 24 марта 1999 года началось принуждение останков Югославии к миру. За 78 дней было совершено 35 тысяч вылетов и сброшено 23 тысячи бомб и ракет. Официально целями являлись объекты военной инфраструктуры. В реальности уничтожили 57% нефтехранилищ, 5 узлов энергетики и крупные промышленные объекты. Под раздачу попали целые жилые районы и, к примеру, посольство Китая в Белграде. Но самыми страшными оказались бомбардировки химзаводов. Министр здравоохранения Сербии заявляла, что даже Гитлер не бомбил их. Ибо по итогам авианалетов НАТО, нефтью, ядовитыми испарениями, азотом и прочими веществами, были отравлены Дунай, множество озер и даже Адриатическое море. Ну а на сладкое НАТО привез кассетные бомбы и бомбы с обедненным ураном. На этот счет споры кипят и по сей день. В США заявляют, что вреда от подобных бомб нет. В то время как ООН, Евросоюз и Сербия твердят о радиоактивном заражении местности и вспышках раковых заболеваний в пострадавших от обедненного урана регионах. Спецпредставитель ООН по правам человека в бывшей Югославии Иржи Динстбир заявил, что балканская операция НАТО привела к большему числу жертв среди мирного населения, чем сам косовский конфликт, ради разрешения которого она якобы была предпринята. Мандата ООН на проведение операции у НАТО также не было. Что, впрочем, никак не мешает Альянсу и по сей день называть бомбардировки законными. Ну а что до Югославии, Косово получила частичную независимость. А страна просуществовала до 2003 года и переименовалась в Сербию и Черногорию. В 2006-м независимость получила и Черногория, тем самым окончательно вычеркнув Югославию с карт мира в том или ином виде. Стало ли это уроком для человечества? На вопрос отвечать вам. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья. И мира вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова